В усадьбе Красный Рог прошло очередное совещание по обсуждению подготовки празднования 200-летия со дня рождения Алексея Константиновича Толстого. Торжества пройдут в 2017 году. За неполные три года нужно успеть навести в графской усадьбе полный порядок и максимально приблизить ее обустройство к историческому облику. Будущее празднование 200-летия Алексея Константиновича Толстого обсуждали прямо в его доме. Правда, это здание новодел. Прижизненное деревянное строение писателя сгорело во время Великой Отечественной войны. Нынешняя выполнена из кирпича по проекту архитектора Городкова. С первых минут заседания рабочей группы исследователей жизни и творчества Толстого Валерия Захарова подняла вопрос о том, что внешний и внутренний облик данного строения не соответствует историческому. Если мы сказали, что я работаю в новодел, то также можно сказать, что и дома построены в качестве, в качестве, в качестве, в качестве, в качестве, в качестве. А мы при восстановлении старались мы с вами привидим и более коротких исторических обликов. У нас это не случилось. Свою точку зрения высказал и архитектор Александр Перов, которому поручено отремонтировать и дополнить новодел Городкова, который изначально был возведен с историческими неточностями. И почему с ошибками воссоздан объект, я из архива не понял. По всей видимости, просто в 70-е годы сказали, заканчивай стройку, выравнивай как можешь. И проект изменился, и вот таким он дошел до нас. Я оставался непреклонен к этому объекту. То есть изменений больше в дом вносить, считаю, невозможным, потому что под всем ним устроен подвал. И любая пристройка, она, во-первых, искажает неправильно исполненный, воссозданный объект и дополняет сегодняшними ошибками. То есть я считаю, как автор проекта, это неприемлемым. На заседании прозвучало, что, дескать, дом – это не Толстовский, а новодел, а значит, и точно следовать историческому облику не обязательно. Да и вопросов, кроме дома, еще много. Мы взяли как-то очень узко дом, а все остальное. Вы понимаете, что без дренажной системы, которая идет вокруг этой территории, дом, подвал дома будет постоянно в сырости. Значит, надо думать о всем системе, а не только вот убереться в этот дом и больше ни о чем не говорить. Поэтому я думаю, что сегодня надо было бы говорить, но теперь уже регламент не позволяет. О парке, об этой дренажной системе. Она тем более актуальна, что мы не на высоком берегу реки, а на низком. Это постоянная проблема. Мы вышли на финишную прямую по разработке проекта реконструкции всей усадьбы. И я думаю, что в ближайшее время первые этапы уже научной работы по созданию научной концепции развития музея «Красный рог» и всей усадьбы будут представлены в установленном порядке общественности для обсуждения. Обсуждения должны пройти уже этой осенью. На суд специалистовой общественности вынесут генеральный план реконструкции Краснорожской усадьбы в комплексе. 13 марта 2014 года торги были объявлены. Несколько дней назад они состоялись, но официальный протокол я должна получить в 10-дневный срок. Но зная победителя этих торгов, имеющего установленный вид лицензии, может быть, я поторопилась. Но я попросила победителя конкурса встретиться с ректором, ректором ГИТа, чтобы уже на начальном этапе все работы велись с учетом сделанных материалов академии, с учетом персоналей, которые могут быть привлечены. Детально переговоры несколько раз мы встречались, и в Москве встречались, и в Рязани встречались. Все вопросы генеральной реконструкции усадьбы должны будут согласованы и утверждены в течение 2014 года. Затем начнутся работы на объектах и при усадебном парке. Каждое дерево будет определено, какого оно времени. Соответствует оно времени Толстого, либо там дальше. То есть будет создана, в проектной документации будет разработана тропиночная сеть новая. Полностью генеральная реконструкция имения графа Толстого в Красном Роге должна быть завершена к началу 2017 года. Все участники Оргкомитета по подготовке празднования 200-летия Алексея Константиновича полны решимостью вложиться в срок. Дело только в грамотной организации. Денег выделено. Более чем достаточно. Федеральный центр расщедрился аж на 400 миллионов рублей. Алексей Есипенко, Игорь Винничук, телеканал РЕН-ТВ Брянск.